Добрый вечер! На телеканале Кубань-24 пришло время новостей. В студии Наталья Клещева. Начнем выпуск с непогоды. В крае где-то будет снег, где-то дождь, а где-то гололед и шторм. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи. Там синоптики прогнозируют дождь, снег и гололед. А порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Такие новости из небесной канцелярии обрадовали любителей горных лыж и сноуборда. В Красной Поляне выпал долгожданный снег. Он по прогнозам будет идти еще пару дней. Мы рады. Мы только так ждали, когда выпадет снег. Наконец-то он выпал. Надеемся, скоро начнем кататься и отдыхать. Накануне в Сочи открылся зимний курортный сезон. На вершине хребта Аибга гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка. И оркестр снеговиков продолжились гуляния на курорте Роза Хутор, куда туристы отправились на праздничном кортеже ретроавтомобилей. Спрос на горнолыжный отдых в Сочи такой высокий, что в правительстве страны решили ограничить поток туристов. Сейчас желающих спуститься со склонов на Красной Поляне в полтора раза больше, чем может позволить курорт. Поэтому власти решили продавать билеты на подъемники только тем, у кого забронированы места в гостиницах. Жителям Лобинского и Белореченского районов в Сочи можно не ехать. Там тоже выпал снег. Он припорошил и новогоднюю елку на центральной площади Белореченска. Лесная красавица теперь полностью готова к празднованию Нового года. А вот на Азовском море ожидают сильный шторм. Движение паромов на Керченской переправе могут остановить. Ночью там ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили в единой транспортной дирекции. В своей очереди в порту Кавказ ожидает около 500 легковых и грузовых машин. В ближайшие три дня автомобилистам не рекомендуют ездить в Крым. Что же касается остальной части края, то там синоптики прогнозируют дожди. И добавлю, что сегодня непогода совпала с днем зимнего солнцестояния. Самый короткий день года уже закончился. Теперь в свои права вступает самая длинная ночь. А минувшей ночью в Краснодаре было дождливо. Осадков было столько, что более 200 краснодарских детей не попали в садик. Он временно закрылся. Там протекла крыша и, как следствие, закоротила проводка. Подрядчик, который выполнял работы, снял кровлю и бросил объект две недели назад. Все это время дошкольное учреждение оставалось накрыто обычным полиэтиленом. Дождь помог обратить внимание властей на проблемы. Владимир Цирковых разбирался, почему ребята могут остаться без новогодних утренников. Детский сад, понедельник, утро. Сегодня здесь полная тишина. Только маленькая Виталина прогуливается среди знакомых игрушек. Сегодня никто из ее друзей не пришел. В одиночестве девочка осталась из-за протекшей крыши. Виталина недоумевает, как вышло, что ее садик превратился в болото, и куда же делись ее подруги. На этой неделе у ребят должны были пройти новогодние утренники. Родители готовились к ним несколько месяцев. Да и сами дети очень ждали чуда. Но праздник оказался под угрозой срыва. Для того, чтобы зажечь елку, понадобится тянуть удлинители из той части здания, где свет еще есть. Только вот надолго ли, неизвестно. Синоптики обещают еще несколько дождливых дней. А крыша по-прежнему прикрыта полиэтиленом. Скорее всего, это все придется отложить, так как здание, скорее всего, будет считаться аварийным. Но пока на данный момент. И поэтому детки, наверное, в этом году наши Дед Морозы не увидят. А виноват во всем, говорит заведующая садиком, подрядчик. Бригада, которая взялась за ремонт крыши, бросила работу на середине. 8 декабря рабочие просто испарились. А сегодня ночью дождь залил здание, коротнула проводка. И в половине помещений выключился свет. Воспитатели утром просто не смогли принять детей у негодующих родителей. Объяснять мамам и папам более чем 200 ребятишек причины временного закрытия пришлось заведующей. Мы бы до весны продержались бы. У нас родители немножко ремонт сделали крыши. Там, где текло, уже не текло. У нас совсем мало текло. Так что с теми протечками, которые у нас маленькие были, мы могли еще работать до весны. А потом уже весной в теплой погоде начинали. За ремонт все же взялись, потому как даже самые маленькие протечки в детском саду недопустимы. Сейчас это учреждение переходит из ведомства Министерства обороны под крыло муниципалитета. Если прежних опекунов такие проблемы устраивали, то теперь здание делают комфортным и безопасным. Подрядчик подвел, а расхлюбывать приходится городским властям. Во дворе уже закуплен материал полностью. Привлечена сегодня организация, сторонняя организация для выполнения данных работ. После обеда сегодня начинаем выполнять работы. Сейчас городской департамент образования собирается подавать на подрядчиков суд. Ремонтная организация, скорее всего, должна будет компенсировать переплату за замену крыши и косметический ремонт, который теперь потребуется зданию. До Нового года осталось чуть больше недели. Маленькая Виталина очень надеется, что праздничный утренник у нее и ее друзей все-таки состоится. Владимир Сороковых, Самир Гачаев, Кубань-24, Краснодар. Рубль крепчает. Сегодня национальная валюта резко пошла в рост. Центробанк установил официальный курс доллара и евро на завтра, заметно понизив их стоимость. Европейца завтра можно приобрести за 69 рублей 25 копеек. Он подешевел более чем на 5 рублей. Американец потерял 4 рубля 19 копеек. Его стоимость 56,49. Несмотря на то, что рубль начал возвращать свои позиции, в России подорожали квадратные метры. Если быть точнее, поднимается процентная ставка по ипотечному кредитованию. Например, в Сбербанке ипотеку теперь можно взять минимум под 14,5% годовых. Максимум жилищный кредит обойдется в 16,5%. Ипотека подорожала в среднем на 2%. Но замечу то, что наша максимальная процентная ставка, она ниже ключевой ставки Центрального банка. То есть, по сути дела, Сбербанк кредитует сейчас ипотечных заемщиков себе в убыток. И мы пошли на это, потому что прибыли у Сбербанка хватает для того, чтобы сделать такое действие. Также в банке увеличили первоначальный взнос с 15 до 20%, а на ипотеку по двум документам с 40 до 50%. Вот оформить в ипотеку строительство жилых домов, загородной недвижимости и гаражей в Сбербанке уже нельзя. По данным российской газеты, прием заявок прекращен. Также остановлено автокредитование. Сейчас объем предодобренных ипотечных кредитов в Сбербанке составляет 256 миллиардов рублей. Уже заключенные договоры изменения не коснутся. Более 8 тысяч многодетных и неблагополучных кубанских семей проверили специалисты. В зоне их контроля условия, в которых живут дети, противопожарная безопасность и отношения в семье. Кроме того, при необходимости родителям предлагают помощь. Промежуточные итоги сегодня подвели в Краевой администрации. Подробнее Мария Крошная. Визит у таких гостей Ирина Харьякова вовсе не удивлена. Соцработники, медики и инспекторы по делам несовершеннолетних к этой многодетной семье наведываются регулярно. 17-летняя дочь – женщина из-за трудного поведения у комиссии на особом контроле. Вот и во время очередной проверки девушки дома не оказалось. Скажите, пожалуйста, где Анастасия сейчас? Анастасия Владыжская. Учится она, да? Да. Вместе, совместными усилиями. Мы ее, значит, на какой-то правильный настаиваем. Однако помогают специалисты Ирине не только в перевоспитании сложного подростка. Одинокая мать сегодня еще в декретном отпуске. Единственный доход большой семьи – зарплата бабушки и детское пособие. Чтобы отопительный сезон этой зимой в их доме начался вовремя, к Харьяковым привезли дрова. А вот за безопасностью такого обогрева во время проверки проследил сотрудник МЧС. Необходимо данную печь оборудовать притопочным листом соответствующего размера, дабы искры, выпадавшие из печи, не попали на полос и не получился пожар. Высадился во время рейда в Уст-Лабинском районе десант специалистов и на улице Демьяна Бедного. Здесь тоже живет многодетная семья. У родителей толстых шестеро детей, пять из них приемные. Уже совсем скоро здесь ожидается пополнение на еще одного маленького члена семьи. В этот дом комиссия больше наведывается не с проверкой, чтобы просто узнать, как дела. В ответ хозяйка Елена предлагает небольшую экскурсию по детским комнатам. А в этой половине у нас живут мальчики. Максим у нас спит наверху, внизу у нас спит Николай, ну а здесь Тюмур. К младшим толстым, как и к остальным детям в семьях, комиссия пришла не с пустыми руками. К каждому ребенку новогодний подарок и приглашение на елку. К слову, в таком составе отряд специалистов семьи посещает впервые. В рейды выходят почти пять тысяч человек. Соцработники, инспекторы по делам несовершеннолетних, медики, педагоги, полицейские. Сотрудники службы занятости, департамента по делам молодежи и МЧС. Сегодня они приезжают убедиться, что новогодние каникулы в этих домах пройдут без происшествий. Промежуточные итоги этих проверок сегодня подводят в краевую администрацию. О проделанной работе на совещании Александру Ткачеву докладывают руководители проверяющих служб. У него ручная занятость детей, потому что после школы все возвращаются в семью. 707 детей выявлены, которые ни в каких кружках не занимались. И сегодня мы записали, в основном, прежде всего выбирают спорт. Спортивная школа, слава богу, что база создана. Спасибо за программу поддержки детского спорта, потому что сегодня есть куда прийти. В Слабинском отремонтировали отопление, потому что семья замерзала от холода. В Белизском районе в течение нескольких часов глава нам предоставил машину дров. С позитивной точки зрения посещения были приняты. Удалось пообщаться с семьями, где много детишек, 8-9. И даже одна из семей, родители, которые приехали из Сибири, сказали, что такого отношения внимательного, как на Кубани, они нигде в России не встречали. За две недели свои визиты специалисты нанесли почти 8 тысяч неблагополучных и многодетных семей края. По итогам рейдов более чем 2000 из них получили благотворительную помощь. Дрова, уголь, одежду и продукты. При этом, как отмечают в Министерстве образования, в Сидемяха почти три десятка родителей удалось трудоустроить. Однако работы предстоит еще много, говорит губернатор. Нужно обойти каждый дом и оценить условия проживания в них детей. При этом главная задача не наказать, а помочь этим семьям. Они за горами Новый год и нельзя допустить в нашем успешном крае кто-то, чтобы из детей лишился праздника. Всего поятных причин. Нужно максимально помочь семьям, навести порядок в домах, отремонтировать жилье элементарно, помочь с вещами, с продуктами. Это большая работа, но прошу здесь не останавливаться ни в коем случае. Мы и дальше должны ее усиливать, и чтобы все муниципалитеты были задействованы. У нас нет разных детей. Все дети одинаковые. Жители нашего края, Кубани. Все должны быть обеспечены нашим вниманием, поддержкой и заботой. Среди советов Федерации впервые как эксперимент, так и комиссия. Она приносит свои плоды, и я попрошу каждого относиться к этому серьезно. Мы выполняем очень важную миссию. В общем-то, мы берегаем наших детей. В социально опасном положении на Кубани сегодня 12 тысяч семей. В этом списке все, кто стоит на учете у различных госслужб. Матери-одиночки, многодетные, приемные и малообеспеченные семьи, а также те, где воспитываются трудные подростки. Впервые создана такая единая база, которая, по словам правоохранителей, поможет и в дальнейшей работе. Например, в рейдах по детскому закону. Дополнительно мы выявили несовершеннолетних, за которыми необходим усиленный контроль, провели профилактические беседы и определили наши дальнейшие пути по недопущению каких-либо противоправных моментов. До конца года такая большая комиссия посетит каждый дом из этого списка. Ведь праздник должен прийти к каждому ребенку Кубани. А для этого не должно быть никаких преград, считает губернатор. Чтобы убедиться в этом уже с повторной проверкой, специалисты еще раз приедут к этим же семьям во время новогодних каникул. Мария Крошина, Денис Москаленко, Денис Перец и Валерий Пятов. Кубань-24, Краснодар. Новый год в новом доме. Восемь семей Абширонска покидают свое аварийное жилье. Они получили квартиры в недавно возведенных трехэтажках по краевой целевой программе. До конца декабря новое жилье выделят еще 23 семьям. Приезд был запланирован на 2015 год, но местным властям удалось начать реализацию программы по переселению из ветхого жилья уже сейчас. Абширонское городское поселение благодаря усилиям городской власти, районной власти сумело решить вопрос для того, чтобы людям приблизить это событие и чтобы они Новый год смогли встретить в нормальных, комфортных, безопасных условиях. Семья Приваловых одна из тех счастливчиков, кого решили переселить первыми. Новоселье они ожидали давно. Их старому дому более 50 лет и за это время он сильно обветшал. Здесь практически уже все рушится, все отваливается, поэтому жить уже здесь невозможно. У Юлии два маленьких ребенка и в таких условиях их воспитывать очень сложно. Теперь семья получила ключи от новой квартиры. Вопреки традициям, первым в жилище вошел малыш. Бесперебойное отопление, просторные, уютные комнаты с хорошим ремонтом. Вот настоящее новогоднее чудо для Юлии Приваловой. Мы очень обрадовались, потому что мы очень долго ждали этого события. И, конечно же, эмоции переполняли. Мы все были рады, тем более под Новый год. Это как волшебство какое-то. Сейчас счастливое семейство занимается подготовкой квартиры для переезда, чтобы здесь встретить Новый год. Вот наша квартира новая, красивая. Пробки в Краснодаре перед праздниками все длиннее, а водители хитрее. Сегодня один из автолюбителей изобрел новый способ объезда затора. Он решил обогнать стоящие на мосту по улице Садовой машины по трамвайным путям. Это мобильное видео не дает ответ на главный вопрос, как автомобиль заехал, а затем передвигался по таким высоким рельсам. Но можно точно сказать, что это нарушение правил дорожного движения водителя могут наказать штрафом. Если вы стали свидетелем необычного события и засняли его на видео, не забывайте присылать нам свои работы на конкурс «Ты наш герой». Напомню, для этого вам нужно зайти на сайт hero24.ru, загрузить свой видеоролик и ждать его в нашем эфире. Все подробности читайте на странице проекта. 500 Дедов Морозов, новогодняя ярмарка и открытие елки. Выходные в Краснодаре прошли бурно. Новогодние гуляния начались на театральной площади с зажжения огней на главной городской елке и продолжились на площади Пушкина. Поучаствовала в празднике и наш корреспондент Александрина Санько. Главная новогодняя красавица открылась на театральной площади. Увидеть, как на елке в первый раз зажгутся огни, собралось более сотни краснодарцев. Для многих из них посещение городской елки – добрая многолетняя традиция. Всегда елка ассоциировалась с Новым годом, и это с детства идет. Это родители передали нам, им передали их родители. А чтобы было чем украсить свою домашнюю елку, на театральной площади открылась новогодняя ярмарка. 69 стилизованных деревянных домиков предлагают новогодние подарки, елочные украшения, игрушки и сувениры. Там же всех посетителей угощают горячими блинами и чаем. Пока горожане выбирали товары на ярмарке, Деды Морозы собрались на площади Пушкина. Отсюда 500 новогодних волшебников со всего края начинали свой парад по Краснодару. Те, кто приносят людям новогодние гостинцы, сами получали подарки. Чтобы стать участником парада нашествия Дедов Морозов, нужен был только костюм. В борьбе за призы сказочным героям пришлось прыгать в мешке, вырезать снежинки, отгадывать загадки и строить башню из новогодних подарков. Организаторы из департамента молодежной политики края подготовили 15 испытаний. Я прошел практически все испытания и особенно мне понравилось собирать Пизанскую башню. Почему? Ну, потому что это было довольно-таки весело, потому что ветер и падает башня. Чтобы стать лучшим дедушкой, нужно было не только проявить активность и смекалку, но и на пару минут превратиться в дизайнера. Оцениваем мы снежиночки по их выполнению. Чем лучше снежиночка будет украшена, она будет кругленькая, будет красивенькая, будет приятненькая. Ну и, конечно же, какое количество ребят сделают снежинки за отведенное время. А пока подводили итоги, белобородые участники прошли праздничным парадом от Пушкинской площади до Театральной. Здесь и назвали имена победителей. Одним из них стал Краснодарский Дед Мороз. Подарок трое счастливчиков получили телевизоры. Закончился праздник большим хороводом вокруг главной городской елки. Александрина Санько, Михаил Власенко, Олег Черепок, Кубань-24. Снегири прилетели в детскую краевую больницу. Открытки в виде птиц заполнили пациенты онкологического отделения. В рамках акции «И в больницу придет Новый год» к ним в гости приехали сказочные персонажи. В актовом зале для ребят прошел мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. Пациенты рассказали о том, что хотят получить в подарок от Деда Мороза. Ну, я написала, чтобы каждый ребенок был здоровым, в первую очередь. Ну, а себе ролики. Главное желание детей – оказаться на праздниках дома. Но из-за болезни это пока невозможно, говорят медики. Помочь исполнить новогоднюю мечту может любой желающий. Достаточно выбрать на елке желаний одну или несколько открыток с посланиями и приобрести то, о чем просит ребенок. Подарок можно передать волонтерам или вручить лично. На открытках указан адрес малышей. Каждый желающий может пойти приобрести подарок, отвезти его, либо передать ребенку, либо передать волонтерам цветика-семицветика. И этот подарок обязательно увидит ребенок. Завтра елки желаний с открытками должны появиться в различных торговых центрах края. Акция продлится до 30 декабря. Предполагается, что в ней примут участие около 34 тысяч жителей Кубани. Светик-семицветик принес праздник не только в больнице. По результатам благотворительного телемарафона «Свято имя твое», который прошел в краевой столице 1 декабря, многие семьи уже получили помощь. Среди них семья Дудукаловых из Краснодара. В ней воспитывается семеро детей. Для шестерых из них мамой стала старшая сестра. Эта история и проста, и сложна одновременно. Светлана, как самая старшая многодетной семьи, начала работать в 12 лет, чтобы помогать маме кормить шестерых сестер. Когда мать тяжело заболела, ответственность за семью целиком легла на ее плечи. Когда Светлана работала, с детьми была бабушка. Спустя несколько лет у старшей сестры появилась своя семья – муж Александр и сын Веня. Сестры остались с бабушкой, но годы взяли свое. Здоровье бабушки ухудшилось, и стал вопрос о том, что сестер могут отправить в детский дом. Непростое, но правильное решение в семье Светланы было принято твердо и уверенно. Прихожу, говорю, что делать? Берем или отдают в детдом? Естественно, берем, а чем? Даже вопроса не возникало, сразу сходу, берем. Причем я больше паниковала, как? Что? Ты что, это много? Нет, все нормально. Любимая сестра по документам девочкам стала мамой. Ремонт в квартире супруги начали в этом году и по многим пунктам планировали долго копить. Но благодаря добрым людям собирать по копеечке на стройматериалы и мебель не пришлось. Семья Дудукаловых оказалась в числе тех, кому была оказана помощь во время благотворительного телемарафона «Свято имя твое», который организовал фонд «Цветик-семицветик». Алексей Бузмаков, генеральный директор торгово-развлекательного центра «Красная площадь», вручает семье сертификаты на бытовую технику, мебель и телефоны для детей. Благотворители собрали средства на покупку мебели, телефонов для школьников, морозильные камеры и душевой кабины. Большой семье без нее не обойтись. Мы подарили великолепную душевую кабину. У нас сейчас идет ремонт, и как раз вопрос вставал ванной. Мы думали собирать минимум на душевую кабину месяца 4-5, но в связи с тем, что подарили, мы теперь закончили ремонт намного быстрее. Еще нам подарили «Хбокс». Это была самая важнейшая мечта младших наших из детей двоих. Теперь огромная куча счастья. Можно так сказать, не нарадуются, а играют. Новогоднее чудо уже прибыло по адресу. Дети ходят с телефонами в школу, а их вещи и игрушки поселились в новом доме. Душевая кабина ждет своей очереди. Ее установят, когда закончится ремонт в ванной комнате. Морозильную камеру Светлана планирует поставить на балкон. На кухне места не хватит. Жертвовать большим семейным столом, чтобы поместилась морозилка, здесь не будут. Он как символ семейного тепла, которым родители окружили детей. Александрина Санько, Александр Писаренко, Денис Акулов, Кубань, 24. Помочь другим больным детям вы можете прямо сейчас. Для этого нужно перечислить деньги на счет благотворительного фонда «Цветик-семицветик». Его реквизиты можно найти на сайте, адрес которого вы видите на экране. Более трех миллионов рублей за предметы искусства отдали Краснодаре современного искусства «Мост». Он прошел в музее Коваленко. Торги такого масштаба проводились в Кубанской столице впервые. На продажу было выставлено 60 работ лучших мастеров Юга России. По словам организаторов, на крупную прибыль они не рассчитывали. Главной целью было познакомить краснодарцев с творчеством местных художников. Я краснодарец, я всю сознательную жизнь живу в этом городе. Я очень люблю его. И для меня было большим откровением узнать, что существует большое число художников, которые более известны за пределами Малой Родины. Работы многих выставляются в зарубежных музеях. За их работами охотятся нероссийские коллекционеры. Самой дорогой покупкой стала картина Дмитрия Коченовича «Любовь с первого взгляда». Она ушла с молотка за 400 тысяч рублей. А вот работу с наивысшей стартовой стоимостью краснодарские коллекционеры не оценили. Калейдоскоп времена года Михаила Смоглюка за 900 тысяч рублей так и остался в музее. Всего на аукционе удалось продать две трети работ, остальные вернутся обратно в мастерские художников. Кадеты и барышни закружились на балу в Краснодаре. Лучшие воспитанники президентского кадетского училища надели парадную форму и пригласили на танец благородных девиц. Такой бал в городе прошел впервые. Ирина Патронова погрузилась в атмосферу галантности. В толпе мальчиков в красивой форме Соня Русь сразу нашла своего кавалера. Дмитрий Долженков хочет пойти по стопам отца. Он военный штурман. Папа научил сына собираться в нужный момент, несмотря на отвлекающие обстоятельства. Я смотрю на этих красивых девушек, привлекательных. У меня прям радуется глаз и мне очень легко становится на душе. И пока у Димы на душе с каждым взглядом становится все легче, остальным кадетам было не до смеха. Вечер, когда каждый из мальчишек надел форму с погонами и встретил свою девочку в красивом платье, для многих стал особенным. Это первый бал в истории Краснодарского кадетского училища. Волноваться в принципе не стоит. Мы же мальчики, девочки. Это жизнь. А так, если вдруг страшно, мы говорим себе, ты должен быть сначала уверенным, точным и никогда не волнуйся. Первым должно быть всегда спокойствие. Если бы не спокойствие, у нас сейчас было бы все наперекосяк. Но наперекосяк на этом балу ничего не пошло. До того, как закружиться в минуэте и вальсе, ребята целый месяц репетировали пар. А во время первого знакомства будущих пар стало ясно, как сильно отличаются цели жизни девочек и мальчиков. Они мечтают стать, принести пользу своей родине, быть достойными гражданами России и образовать прочную семью. В отличие от девочек, практически каждая из них встала и сказала, она мечтает стать директором, начальником. Я очень рада, что их учат тонким, благородным отношениям, которых сегодня просто не хватает. Вот именно этой тонкости, этой гармонии, чувства. Поддержать разговор намного легче за бокалом газировки. Бывает, что впечатления у дам остались прямо противоположные. Для одной ее кавалер – настоящий рыцарь, а для другой… Стоишь, как будто с куколкой танцуешь, как бы мягко, приятно. Для ребят устроили развлекательную программу. В гости пришел даже Дед Мороз. Зрителями и фотографами на балу стали и родители. Они с восторгом смотрели на своих детей, которые будто стали чуть старше. Красивые платья, музыка, бальные танцы. Представляете, я смогу говорить своим детям, когда вырасту, что ваша мама была на балу. Как признаются участники, самое сложное и вместе с тем волнительная часть вовсе не танцы, а общение в духе прошлого времени, когда девушки застенчивы и женственны, а все кавалеры, как на подбор, проявляют чудеса галатности. Спасибо. После такого балла ни у одного из участников не останется прежний взгляд на отношения с противоположным полом. Ирина Патронова, Игорь Звенаревский, Кубань-24. Меховые изделия от ведущих фабрик Пятигорска с завтрашнего дня можно будет приобрести в Краснодаре. В городе открывается выставка «Пиковая дама». Она пользуется популярностью в краевой столице. В этот раз гостям представят больше двух тысяч изделий. Доступен широкий модельный ряд, большой выбор размеров – до 74-го. По словам консультантов, купить одежду из меха можно по привлекательным ценам. Действуют специальные предложения и скидки. У нас есть норка и мутон. Норка как эконом-класса от 40 тысяч рублей, так и люкс-класса – это европейские и канадские меха. Также мутон от 6 тысяч рублей эконом-класса и более премиум-класса – облегченные варианты мутона. Приходите на нашу выставку, и мы подберем вам шопку на любой вкус и кошелек. На выставке также можно купить головные уборы из меха, как оригинального тэкл-классического дизайна. Все товары можно приобрести в кредит, оформив его на месте. Выставка будет работать до 29 декабря в Краснодарском доме культуры железнодорожников. Хоккейный кубок Первого канала у сборной России. В заключительном матче престижного турнира, который проходил на Осочинском льду, наша дружина переиграла команду Чехии. Эта победа вывела красную машину на первое место в общем зачете Евро-тура. Игра завершилась со счетом 3-2. И заветный кубок заслуженно достался России. Подробно об этой важной хоккейной победе расскажет сегодня программа «Факты спорт» сразу после этого выпуска новостей. Ну а мы продолжим хоккеем непрофессиональным. Сегодня день рождения самого первого ледового дворца в Краснодарском крае. 13 лет назад искусственный лед стал доступен жителям станицы Каневской. С тех пор массовые катания, особенно в зимние праздники, все популярнее, а главное доступнее. А катки открылись уже во многих городах Кубани. Сравнила их Мария Николаева. Первый на юге России крытый каток находился в Ставрополье, но был закрыт в 90-е. И в 2001-м Кубанская станица изумила всех открытием ледового дворца. Вот она, самая первая ледовая арена на юге страны. Сегодня ей исполняется 13 лет, когда здесь образовалась первая хоккейная команда. Они не могли даже себе найти соперников в край, чтобы посоревноваться. Им приходилось выезжать в другие регионы страны. О том, что сегодня день рождения ледового катка, эти мальчишки даже не задумываются. Они упорно осваивают скользкую поверхность, чтобы основательно подготовиться к командной игре. Самое главное в хоккее – дружность, команда, скорость и хоккейный дух. Теперь, если не хоккейным, то ледовым духом охвачена вся Кубань. Особенно после Белой Олимпиады. На тренировочной арене айсберга, кстати, сейчас может прокатиться любой желающий. За час катания с вас попросят всего 200 рублей. За прокат коньков, если еще нет своих, столько же. Для посетителей в будни олимпийский лед доступен до 11 вечера. А вот в Ейске еще дольше. Ледовая арена «Снежинка» сейчас почти полностью загружена спортсменами. Но на новогодних каникулах им придется отдохнуть. Уже сейчас в кассе «Снежинки» можно купить подарочный сертификат на семейное или одиночное катание и преподнести такой сеанс здоровья близким в качестве презента. В Крымске пошли по другому пути и сделали массовое катание бесплатным. Третий год в этом южном городке работает ледовый каток под открытым небом. Поверхность может выдержать потепление до 12 градусов. Подготовка катка происходила в несколько этапов. Сначала площадку выровняли с помощью песка. Затем уложили слой пенопласта и полиэтилена. На создание самой ледяной глади уходит около 30 кубов воды. На этой площадке может поместиться до 120 человек одновременно. Эта арена больше своих предшественниц. Несомненно, она быстро заполнится. Бесплатный каток будет радовать крымчан до конца зимы. Произвольную программу принцессы Олеся Сысоева катается этого лета. Чтобы ее героиня на льду выглядела пушинкой, девушке пришлось не раз сбивать колени. Тройных акселей она еще не прыгает, а вот каскад флип-ту-луп дается ей стабильно. Здесь, кого не спроси, все мечтают об олимпийской медали. Но даже дети понимают, для этого надо много работать. Больше всего я люблю прыгать, так как это всегда адреналин. Ты не знаешь, получится, не получится. Но стараешься, чтобы они все-таки получались. Очень тяжело, конечно, но все равно ты не предстаешь любить этот спорт. Он как наркотик. Мы те же самые наркоманы, фигуристы, вот только наш наркотик – это лед, фигурное катание, это наши тренировки. Таких спорто-зависимых в Ледовом дворце занимается около 400 человек. Любимые виды спорта – фигурное катание, хоккей и новый для Армавира – шорт-трек. На лед дети выходят каждый день. Расписание очень плотное. В течение дня между тренировками перерыв всего 15 минут. Этого едва хватает, чтобы залить лед. А вот чтобы лед был кристально чистым, а главное – белого цвета, в Армавире сами придумали специальную систему очистки воды. Такой лед лучше скользит. Проверить может каждый армавирец. По выходным каток открыт для всех. Час езды на льду плюс коньки стоят чуть больше 200 рублей. Мария Николаева, Кубань-24, Каневской район, Сочи, Ейск, Крымск, Армавир. Далее, как мы говорили, смотрите спортивные новости, а еще прогноз погоды. До встречи в 21.30. Пусть все у вас будет хорошо. Продолжение следует...